Через полгода после Великого Извержения Зелли прибывает в Нагазору, город, который еще оправляется от последствий катастрофы. Встреча с Сюзанной, которая, несмотря на все трудности, умудряется поддерживать порядок, становится первым делом для Зелли по прибытию. Сюзанна раскрывает перед Зелли новую миссию – расследование действий таинственной организации Инкогнито, ставшей причиной множества проблем в городе. Дальнейшее расследование приводит Зелли к встрече с известными учеными – доктором Эйнштейн и Теслой, которые делятся неожиданными новостями. Оказывается, Велльд решил уйти на пенсию и заняться созданием анимации, а Броня теперь помогает ему, разрабатывая игры. Тереза тем временем взяла на себя руководство новой организации, которая объединила Шексал и Антиэтропию. В ходе расследования Зелли случайно замечает странное искажение в пространстве, которое кажется ей незначительным, однако это искажение может оказаться важным, что становится ясно только позже. Эйнштейн и Тесла также сообщают о неких идеальных проводниках, которые должны помочь им в их задачах, и девушки отправляются в убежище для встречи с одним из таких проводников – Сорой. В убежище они выясняют, что действия Инкогнито могут быть связаны с Организацией Мировой Змей. После ряда расследований Зелли и Сюзанна устраивают засаду на одного из андроидов Инкогнито на заброшенном складе. Голос андроида необычно напоминает голос Серого Змея, но ситуация обворачивается неожиданно – андроид исчезает в таинственных обстоятельствах. Операция оказывается неудачной, и уставшие, но не сломленные Зелли и Сюзанна решают продолжить расследование на следующий день. Сора приводит их в приют Чиора, который создала Рэйвен. Рэйвен была арестована после Великого Извержения, но вышла на свободу под залог и теперь пытается искупить свои грехи. После напряженного дня Зелли временно отвлекается на поиск потерянного ребенка вместе с Розой и Лили, которые недавно начали работать учителями на экскурсиях. В ходе поисков Зелли оказывается в незнакомом мире, где ей приходится столкнуться с квантовыми тенями. После успешной схватки она просыпается уже в реальном мире, где ее встречает обеспокоенная Сюзанна. Следующий день приносит ее подтверждение от ученых. Голос, который они слышали, действительно принадлежал одному из Серых Змеев. Осознание, что инкогнито использовала кражу протезов для имитации человеческих органов и тактильных чувств, позволяет Зелли и Сюзанне вычислить следующую цель организации. В итоге они наконец настигают Серого Змея, который оказывается единственным действующим членом своей организации. Он использует слухи для маскировки своих планов. Рассказав свою историю, Серый Змей объясняет, что он был не полным Серым Змеем, который лишь недавно обрел личность, благодаря сети Серых Змеев, до ее исчезновения. Сейчас его одержимость это желание обладать настоящим человеческим телом, что и пробуждает его к краже бионических частей. Удивительным образом он снова умудрился уйти, разделив свое тело на части, как и в прошлый раз на складе. Теперь обладая последним необходимым бионическим протезом, Серый Змей ищет место, где сможет восстановить себя. Зелли и Сюзанна вместе с учеными приступают к разработке нового плана, чтобы окончательно положить конец его мрачным замыслам. Зелли и Сюзанна осознают, что времени у них осталось мало. Им необходимо поймать Серого Змея до того, как он сможет покинуть Нагазору. В ходе их погони они сталкиваются с неожиданным препятствием. Семенами идеи, неполными идеями, которыми управляет Мистель. Эти существа атакуют их, затрудняя продвижение. Когда кажется, что Зелли и Сюзанна наконец загнали Серого Змея в угол, происходит неожиданный перенос в море квантов. Там выясняется, что Мистель тоже замешана в этом конфликте. Хотя даже Серый Змея не знает ее истинных мотивов. Несмотря на это, он готов сотрудничать с Мистель, если это будет выгодно ему. В море квантов Сюзанна чувствует себя плохо, что настораживает Зелли. Она догадывается, что с морем квантов что-то не так. Особенно учитывая, что Сюзанна имеет сопротивление. Должна адаптироваться к этому месту без трудностей. Везавтра происходит еще один шок. Из тела Светлого Зелли отделяется Темное Зелли, что еще больше удивляет Сюзанну. Темное Зелли подтверждает, что данная ситуация связана с способностями Мистель, которая теперь может стабилизировать пространство вокруг них и помогать им двигаться вперед. Во время продвижения группа находит остаточные изображения, оставленные Серым Змеем, что дает им новые улики для продолжения погони. Похоже, что Серый Змей погиб в столкновении с другой неизвестной сущностью. В этот момент на Зелли и Сюзанну нападают квантовые тени, вынуждая их бежать через портал, который переносит их в Пузырьковый мир. В этом странном и изолированном месте Темное Зелли сталкивается с видением другого человека, похожего на нее саму. Она предполагает, что это еще одна уловка Мистель и решительно нападает. Когда фальшивка Зелли исчезает, Темное Зелли остается в Пузырьковом мире одна. В этом мире к ней подходит группа мудрецов, которые утверждают, что они люди, потерявшие свою форму. Они объясняют, что их существование поддерживается только лунным светом и просят Темное Зелли собрать для них лунные камни. Неохотно согласившись, Темное Зелли прикасается к одному из камней и на мгновение чувствует присутствие светлой Зелли. В реальном мире доктор Эйнштейн и доктор Тесла ощущают присутствие странной силы и начинают готовиться к поискам Зелли и Сюзанны. Тем временем Зелли и Сюзанна прибывают в место, похожее на Пузырьковый мир, но где вместо ночи царит день. Зелли осознает, что ее вторая сущность исчезла, что вызывает у нее панику. Однако Сюзанна успокаивает ее и вместе они начинают искать улики. Их внимание привлекает странная дверь, усеянная черными шипами, которой никто в здравом уме не подойдет. Несмотря на это, Сюзанна пытается ее открыть, вызывая удивление Зелли. Из-за двери доносится голос, просящий собрать немного святой соли и принести ее на алтарь перед дверью для ее открытия. Когда Зелли прикасается к кусочку святой соли в центре города, Темное Зелли чувствует прикосновение, похоже на то, что она испытала ранее, и понимает, что это место связано с новическим миром, в который она попала ранее. После сбора всех кусочков светлой соли, они открывают дверь и встречают Шигура Киру, которая приветствует их в священном городе Соленого Снега. В завершении этой главы мы столкнулись с множеством неожиданных поворотов в мистических событиях, которые только углубляют Захадочный мир Ханкаемпакт 3. История с Светлой и Темной Зелли взаимодействия с Мистельн и Захадочный Священный Город Соленого Снега. Все это создает бесконечные возможности для будущих приключений наших героинь. Не пропустите продолжение этой увлекательной истории. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и обязательно активируйте уведомления, чтобы не упустить новые эпизоды. Спасибо за просмотр и до скорой встречи в следующих главах Ханкаемпакт 3. Не забудьте заглянуть на страницу с плейлистами и посмотреть, вдруг что-то заинтересует. Есть у меня плейлист с лором Ханкаемпакт, также есть плейлист с прохождением глав с переводом, кто хочет узнать, скажем так, историю полностью, не вкратце, а именно уже полностью с прохождением. И также, собственно, есть целый плейлист с пересказом вкратце. Там все главы до 36-й. И есть пересказ первой части и второй части Абхах, кому тоже интересно. Субтитры сделал DimaTorzok